Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим о том, как похудеть на шашлыках. Многие пациенты говорят, доктор, ну вот я все готов ограничения в диете, ну пожалуйста, оставьте мне шашлыки, ну вот так их люблю, просто вот не могу. Сегодня мы поговорим о том, какие шашлыки нам помогут похудеть и как правильно их употреблять. Если говорить про шашлыки, то для нас максимально важно, из какого мяса они сделаны. Сегодня мы разберем три вида шашлыков из курицы, из говядины и из свинины. Начнем мы с вами с шашлыков из курицы. Если говорить про шашлыки из курицы, то конечно мы выбираем нежирные шашлыки, потому что если у вас на кусочках будет большое количество сала, то жирность и калорийность увеличиваются. Если мы берем шашлыки из курицы без больших прослоек сала, то на 100 грамм продукта калорийность низкая, то есть 180 килокалорий, 19 грамм белков, 11 грамм жиров и 2 грамма углеводов. То есть шашлык из курицы без больших прослоек сала, во-первых, богат легким усвояемым белком, во-вторых, низкокалорийный, содержит мало лишних жиров. То есть шашлык из курицы прекрасно вписывается в диету при снижении веса. Следующий это шашлык из говядины. Чем принципиально важна для нас говядина? Говядина, так же как и телятина, это красное мясо. Красное мясо содержит в себе большое количество гемового, хорошо усвояемого железа. Поэтому те люди, у кого латентный дефицит железа, женщины с обильными менструациями, женщины после родов, на грудном вскармливании, то есть те группы людей, кому необходимо железо, красное мясо, то есть говядина, язык, печень, телятина, очень и очень полезно. Поэтому, конечно же, шашлык из говядины важно рассмотреть, как один из прекрасных способов получить не только качественный усвояемый белок, но еще и железо в хорошей усвояемой гемовой форме. На 100 грамм шашлыка из говядины содержится всего 172 килокалории, 17 грамм белков, 11 грамм жиров и 0,8 грамм углеводов. То есть прекрасный продукт, богатый усвояемым белком и низкой жирности. Понятно, что шашлык из говядины мы также выбираем без больших жировых прослоек. Следующий вид шашлыка это шашлык из свинины. Я знаю, что многие любят свинину, но свинина это более тяжелое и более жирное мясо, поэтому я не сторонник употребления свинины при снижении веса. Если вы сильно любите свинину, то позволить ее себе как читинг, то есть как осознанное нарушение диеты, пару раз в месяц это допустимо. Но каждый день употреблять свинину при снижении веса однозначно не стоит. Почему? Потому что, во-первых, выше калорийность, то есть на 100 грамм продукта 284 килокалории, 20 грамм белков, 21 грамм жиров и 0,8 граммов углеводов. То есть, как мы видим, жирность выше. А если человек покупает шашлык из свинины с сальцем, мы понимаем, что чем больше прослойки сала, тем выше жирность. Плюс сало животные жиры при злоупотреблении способны повысить уровень холестерина. Поэтому все-таки лучше шашлык из свинины избегать. Стоит отдать предпочтение шашлыку из курицы, либо шашлыку из говядины. Если вы готовите маринад сами, то, конечно же, мы отдаем предпочтение маринадам, которые более диетические. То есть сок лимона, уксус, вино. То есть тот маринад, который не жирный. Большое количество лука, ароматные травы. То есть мы избегаем майонеза, мы избегаем кетчупа. Особенно это касается кетчупа покупного, который содержит в своем составе сахар. Если вы берете томатную пасту без сахара, то, пожалуйста, здесь ограничений нет. Если мы говорим про гарнир, идеальный гарнир к шашлыкам это свежие, низкокалорийные, низкоуглеводные овощи. Огурцы, помидоры, куча зелени, петрушка, укроп, кинза, различные зеленые салаты. Во-первых, клетчатка улучшает переваривание белка. То есть нам проще переварить тяжелый достаточно продукт белковый с большим количеством зелени. Так еще и клетчатка это низкокалорийный, низкоуглеводный продукт. Да, вот это вот вся зелень, то есть неусвояемые углеводы. Которые полезны при снижении веса. И плюс в свежей зелени максимум витаминов, микроэлементов. Поэтому как гарнир делаем свежую овощную нарезку, добавляем зеленые салаты, кучу свежей зелени. Это просто прекрасно. Если мы говорим про напитки, то мы выбираем некалорийные, несладкие напитки. То есть минеральная вода, вода с соком лимона, горячий чай без сахара. Либо же мы делаем, если морсы, то делаем их на сахарозамах и кладем минимум ягод. Потому что ягоды это усвояемые углеводы. Если мы выбираем сок, то мы выбираем томатный сок без добавления сахара. То, что касается алкоголь. Когда мы говорим про сладкий алкоголь, пиво, солодовый сахар. Либо же вино, фруктовый сахар, фруктоза, шампанское, сладкое. Их однозначно не стоит употреблять. Потому что большое количество добавленного сахара, это скачки сахара, скачки инсулина. Плюс алкоголь задерживает воду, нам это не интересно. Если же вы все-таки хотите употребить небольшое количество алкоголя, то мы выбираем несладкий алкоголь. То есть либо сухое вино, либо крепкий несладкий алкоголь. И употребляем в количестве одна, либо две порции. Так как избыток алкоголя задерживает воду, что не полезно при снижении веса. Поэтому, друзья, употребляйте полезные варианты шашлыков. Шашлыки из курицы, шашлыки из говядины. Делайте кучу зелени, то есть зеленую нарезку, свежие овощные салаты. И запивайте все это полезными, не сладкими напитками. Пожалуйста, кто готовит шашлыки сами, поделитесь вашим рецептом домашних маринадов. Это будет полезно всем нашим зрителям. Будьте здоровы, друзья!